Два человека госпитализированы в больницу Камрата в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Кангас. Их сбила машина, которая на высокой скорости выехала на тротуар. Наезд на пешеходов зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в соответствующей зоне. Корреспонденты ТВ6 связались с представителями больницы, которые сообщили нам, что состояние обоих пациентов очень тяжелое, и в ближайшее время они будут доставлены в столицу. Состояние их не было крайне тяжелое. На сегодняшний день остаются тяжелые, но стабильные. Решается вопрос перевода их для дальнейшего лечения в Тищине в больницу скорой помощи. Множественные переломы имеются. Они находятся сейчас в один реанимации, один в травматологии. Предупреждаем, далее следует кадр, который могут оказать сильное эмоциональное воздействие на зрителей. На высокой скорости машина, за рулем которой находился житель села Кангас, буквально снесла двух человек, стоящих на обочине. В пресс-службе Камрадского инспектората полиции не ответили на наши звонки и сообщения для получения дополнительной информации о происшествии. Местные СМИ сообщают, что за рулем автомобиля находился 26-летний мужчина. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы. Разыскиваемый Интерполом преступник из Российской Федерации задержан вечером в среду при въезде в Молдову через контрольно-пропускной пункт в атаках. Пограничники выявили среди лиц, пересекающих границу, 49-летнего российского гражданина, объявленного в международный розыск. Как сообщает пограничная полиция, задержанный сбежал от наказания за совершенное на родине преступление, а именно контрабанду в составе организованной группы. Преступник помещен в изолятор временного содержания Едининского инспектората полиции до выяснения всех обстоятельств. 45-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, если его признают виновным в изнасиловании 12-летней дочери своей сожительницы. По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, действия сексуального характера, в том числе с применением физической силы, продолжались на протяжении почти полутора лет. А начались, когда мать девочки находилась в роддоме в ожидании рождения младшей дочери. Прокуратура сообщает, что в июне этого года обвиняемый был помещен под предварительный арест, сейчас дело направили в суд. Отмечается, что мужчина не сотрудничал со следствием, однако, как считают следователи, его вина подтверждается совокупностью собранных доказательств. Пострадавшей от насилия девочки оказана психологическая помощь. Сейчас она находится в специализированном центре. Международный валютный фонд принял решение выделить в Молдове 27 миллионов долларов после оценки реформ в области налогового администрирования и борьбы с коррупцией. По сообщению правительства, эти средства будут направлены на внедрение проектов, направленных на повышение экономической устойчивости страны и на покрытие социально-экономических расходов. Выделяемые средства являются частью пакета в размере 800 миллионов долларов, к которым наша страна может получить доступ в течение 40 месяцев, если выполнит определенные условия, установленные в соглашении с МВФ. С учетом выделяемых средств, общий объем поддержки, полученный Республикой Молдова от МВФ в рамках данного пакета, составляет к настоящему времени 242 миллиона долларов. Финансирование необходимо в ситуации, когда война в Украине продолжает оказывать влияние на Республику Молдова, а именно рост цен на продукты питания и энергоресурсы, инфляция и риски, связанные с энергетическим кризисом, говорится в сообщении правительства. Несколько минут назад началось пленарное заседание парламента, в ходе которого будет рассмотрена резолюция о вотуме недоверия правительству Натальи Гаврилицы. Вопрос вынесен на обсуждение по инициативе фракции Блока коммунистов и социалистов. Как сообщили в пресс-службе законодательного органа, помимо этого депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение классов оплаты труда социальных работников и профессиональных воспитателей с высшим техническим образованием. Также в первом чтении парламентария обсудят законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс и законе о прокуратуре. Еще в повестке дня законопроект об основных требованиях радиационной безопасности и поправке в закон о местном публичном управлении. Кроме того, парламентариям предстоит обсудить ратификацию соглашения между правительствами Молдовы и Катара об отмене краткосрочных виз для владельцев обычных паспортов и соглашение о сфере социального обеспечения между нашей страной и Испанией. Глава фракции партии Шор Илан Шор утром объявил, что его коллеги не будут участвовать в сегодняшнем заседании. По его словам, парламентские заседания превратились в собрание по оказанию помощи ПДС и лидерам этого формирования. В то же время Илан Шор отметил, что депутаты фракции партии Шор выйдут в сквер парламента, где установлены палатки протестующих, чтобы представить отчеты о разработанных партии законопроектах, которые были предложены на утверждение, но отвергнуты парламентским большинством. Наш телеканал обратился за комментарием к пресс-секретарю парламентской фракции ПДС Адриане Влас, однако она не ответила на наши звонки и сообщения. Президент Майя Санду с трибуны ООН осудил объявленную в России частичную мобилизацию и потребовал от Москвы ввести свои войска, дислоцированные в Молдове. Кроме того, Санду заявил о необходимости уничтожения боеприпасов на складах в Колбасне, подчеркнув, что они представляют угрозу безопасности и окружающей среде всего региона. Москва пока никак не отреагировала на эти заявления. В своем выступлении на 77-й Генеральной Ассамблее ООН президент Молдовы Майя Санду заявила, что российско-украинская война нарушила глобальную систему безопасности. Глава государства призвала международное сообщество объединиться для поддержки Киева и преодоления спровоцированных войной кризисов. Мы решительно осуждаем войну против Украины и дополнительную мобилизацию войск, о которой недавно объявила Россия. Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ. Глава государства также повторила требования о полном и безоговорочном выводе российских войск из Приднестровского региона. Незаконное присутствие российских войск в Приднестровском регионе нарушает наш нейтралитет и увеличивает риски безопасности для нашей страны. Мы требуем полного и безоговорочного вывода российских войск. Мы призываем к ликвидации боеприпасов на складах в Колбасне, которые представляют угрозу для безопасности и экологии всего региона. Кремль пока не прокомментировал заявление Майя Санду. Следует отметить, что вскоре после избрания президентом, а также в своем выступлении на 76-й Генеральной Ассамблее ООН в прошлом году, глава государства также призвала к замене российских войск в Приднестровском регионе на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. В ответ пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что изменение существующего положения на левом берегу Днестра может привести к существенной дестабилизации ситуации в регионе. Россия выполняет очень важные функции и, безусловно, изменение статус-кво, которое опирается на дух и букву международного права, может привести к серьезной дестабилизации, заявил Песков на пресс-конференции. Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что Россия вводит частичную мобилизацию в стране. Кремлевский лидер пообещал полную поддержку в организации референдумов на территориях, контролируемых российскими военными. Путин обосновал решение прямыми угрозами в адрес России, отметив, что основная цель так называемой спецоперации в Украине остается неизменной – освобождение всей территории Донбасса. Со своей стороны министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская Федерация обладает огромным мобилизационным ресурсом, который оценивается в 25 миллионов человек, но ожидается призыв немногим более 1% от этого, то есть примерно 300 тысяч человек. Западные политики тут же отреагировали на заявления российских высокопоставленных лиц. В МИД Великобритании считают, что эти меры приведут к эскалации напряженности в регионе. Вице-канцлер Германии назвал частичную мобилизацию в России неверным шагом. Посол США в Украине Бриджит Бринг написала в Твиттере, что фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости и провала России. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии для Reuters заявил, что это абсолютно предсказуемое обращение, которое, по его мнению, больше похоже на попытку России оправдать собственную неудачу. И снова к новостям внутренним. В Молдове запас донорской крови и препаратов из нее в настоящий момент составляет 50% от необходимой нормы, сообщают в Национальном центре переливания крови. За последние два месяца число доноров сократилось почти на 20%. При этом численность пациентов, нуждающихся в переливании, постоянно растет. Для пополнения запаса с 15 сентября центр проводит в ряде медицинских учреждений Кишинева и Бельс первый этап кампании «Кровь спасает жизнь». По словам замглавы Национального центра переливания крови Дойны Банарь, за последние два месяца количество запросов на кровь и ее препараты от медучреждений выросло примерно на 30%, а вот доноров стало меньше примерно на 20%. Количество доноров снизилось, учитывая, что лето – период отпусков, и учащиеся, которые могли бы сдавать кровь, уезжают домой, а это весомая часть доноров, многие из которых регулярно, системно сдают кровь. В среднем ежемесячно на республику требуется около 6 тысяч доз плазмы и эритроцитарной массы. Есть еще неприкосновенный запас в 8 тысяч доз препаратов, которые находятся на длительном хранении. Для поддержания резерва центру переливания нужны доноры. Есть люди, которые системно сдают кровь каждые 2-3 месяца. По словам Дойны Банарь, их около 50 человек. Еще 52 тысячи делают это регулярно, но не более 1-2 раз в год. Николай приходит в центр несколько лет подряд. Сегодня он сдает кровь в 10-й раз. Здесь 10-й раз, и прихожу для того, чтобы помогать детям, онкобольным, чтобы они могли получить еще один шанс на жизнь. Особенно вторая положительная – просто тромбоциты – это хороший анализ. У меня хороший анализ на тромбоциты, и за счет этого я могу сдавать для детей и онкобольных. Ну, иногда сам прихожу, иногда нам звонят и говорят, что нам надо сдать. Дети нуждаются в крови. Чтобы компенсировать дефицит крови текущего запаса, который на данный момент снижен на 50%, в банке примерно 2300 доз, национальный центр переливания крови начал компанию «Кровь спасает жизнь». В ней приняли участие многие медики Кишинева и Бельц. Пошли каждый день с тем, что нашим пациентам нуждается в переливании крови, потому что я врач-хирург, и у нас есть пациент с травмой, с кровотечением. Это очень важно пополнять с запаса. Сейчас есть дефицит крови. Нужно пополнить резерв банкопереливания. Я смотрел статистику количества доноров. В сравнении с прошлыми годами снизилось примерно на 50%. И мы первые должны подать пример населению, чтобы люди шли в доноры. Наш институт использует очень много донорской крови и препаратов крови. Ежедневно около 6 литров, которые спасают около 20 пациентов. Мы очень рады помочь центру переливания крови таким образом. По словам Дойны Банарь, донорам предоставляются льготы в общественном транспорте, два выходных дня и продуктовый пакет. Во время первого этапа кампании «Кровь спасает жизнь», которая продлится до 23 сентября, планируют получить около 1500 доз крови и плазмы. Следующий этап стартует 29 сентября. В ней примут участие сотрудники МВД. Всего для обеспечения нужд республики в год требуется около 70 тысяч доз крови. Еще одна новость о завершении этого выпуска. Виноград для изготовления вина появился в продаже более недели назад. На ярмарке по улице Карбунарилор в Кишиневе, где побывала съемочная группа ТВ-6, продавцов больше, чем покупателей. Рынок сезонной сельскохозяйственной продукции открылся по распоряжению генерального примара. Сельскохозяйственный рынок на улице Карбунарилор сегодня был полон сельхозпроизводителями, которые приехали, чтобы продать свой урожай. Чтобы привлечь покупателей, аграрии, как могли, расхваливали свой товар. У нас есть и столовые сорта, которые люди покупают, но больше винных сортов. По сравнению с прошлым годом, в этом году качество лучше. Некоторые продавцы говорят, что хотя виноград в этом году дешевле, чем в прошлом, все равно он тяжело продается. По сравнению с прошлым годом, в этом дешевле. Продать легче? Нет, тяжело, тяжело продается. А для ветеранов и пенсионеров делаем скидку. По сравнению с прошлым годом, стоит меньше, но у людей нет денег. По сравнению с прошлым годом, в этом году как продается? Очень тяжело в этом году. Конечно, дешевле, если 3-4 лея килограмм. Разве это дорого? Народ бедный, пенсии, зарплаты мизерные. Эта женщина говорит, что если ей не удастся продать виноград, она подумывает отказаться от его выращивания, потому что эта деятельность нерентабельна. Мы оставим землю под паром, потому что с такими ценами работать невозможно. Дорого сейчас ухаживать за виноградниками? Очень дорого, потому что все подорожало, удобрения подорожали, рабочая сила тоже. Некоторые покупатели, обратившие внимание на низкие цены, брали по несколько сот килограммов винограда. В этом году цены более доступны, чем в прошлом. Сколько килограммов хотите купить? Где-то 200 кило. Вам хватит 200 килограммов? Хватит. Сколько килограммов хотите купить? Возьму 50 килограммов. 500 килограммов каберне. Как вам цены в этом году? В этом году идеальные. Все подорожало, но виноград по сравнению с прошлым годом подешевел. Было 12-14 леев, сейчас 9-10. Идеально. Немного, около 50 килограммов. Для вина или чтобы поесть? Для вина и немного для нас. Как вы находите цены? Нормально, по сравнению с прошлым годом нормально. Что делать? Нужно покупать. Цены на виноград на рынке варьируют от 6 до 13 леев за килограмм, в зависимости от сорта винограда. Виноградная ярмарка будет действовать до конца октября. На сельскохозяйственной ярмарке на улице Карбунарилор было много людей. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 22.30 на Архив ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин